Роман Сенчин. Русская зима. Исполняет Станислав Иванов. У моря. Про условия помните? Хозяин стоял между ним и дверью, поигрывал ключами на колечки. На длительный срок от шести месяцев. Можно было решить, что если услышат четыре, не поселит. Но Сергеев не стал дразнить. Был настроен жить здесь до упора. И сейчас ему казалось, что упор далеко-далеко. На то, чтобы только отоспаться, уйдут многие недели. Чтоб снова набраться сил. Год. Если получится набраться. В его возрасте это сложно. Да, помню. Все в порядке. Хозяин был высокий, широкий, большой. Наверняка сам строил этот домище. Конечно, нанял бригаду профессионалов, но вряд ли оставался в стороне и просто наблюдал. Как зовут вас? Повернулся к двери. Олег. А, да, Олег. Один щелчок замка, другой. А меня Рифат. Да, я помню. Что ж, проходите. Вот. Рифат говорил по-русски хорошо. Лучше и внятней многих русских. Но эта внятность и выдавала в нем не русского. Или не совсем русского. Хотя, если бы не имя Сергеев, вряд ли сейчас подумал бы об этом. Волосы русые, черты лица вполне славянские. Прихожая. Напротив входной дверь в туалет и душ. Налево довольно просторная кухня. Дальше спальня. Стенной шкаф с зеркалом. Подушка, одеяло, говорил Рифат. Постельное белье ваше, я писал. Да, плита газовая с баллоном. Будет кончаться, звоните. Посуды нет, предупреждал. Да, да. Хорошо, хоть имелись стол, стулья, тумбочка. И крошечный холодильник. Вода греется в колонке. Рифат завел Сергеева в туалет. Вот душ. Исправен. Стиральная машина. Хорошо. Бумагу прошу в унитаз не бросать. Канализация автономная. Бактерии бумагу не едят. Да. Полы теплые. Вот реле. Регулируйте. Днем, если тепло, лучше отключать. Много электричества жрут. Сергеев кивал почти машинально. Хотелось по-настоящему одного. Чтобы хозяин закончил церемонию вселения и ушел. И остаться одному в тишине. Упасть на кровать. Значит, устраивает? Рифат как-то настороженно, подозрительно посмотрел на Сергеева, будто не веря, что он так запросто согласится здесь поселиться. Тем более на длительный срок. Покосился на небольшой вот чемодан, на тонкую сумку для ноутбука. Это все ваши вещи? Пока да. Пока достаточно. Все нормально, сказал Сергеев. Тогда... Рифат сделал паузу. Рассчитаемся. Пятнадцать за месяц и десять за лук. Только наличкой. Да, вы предупреждали, я помню. Сергеев вынул из внутреннего кармана пальто-бумажник. Хороший, кожаный, фирме Веронен. Московские ребята делают, и не хуже каких-нибудь итальянцев. Пять бордовых купюр Рифат принял без особой радости, даже слегка скривился. Сергеев не стал спрашивать, почему, и про договор не спросил. Обычно ведь договор аренды заключается. Ну, может, лучше без договора, паспортных и прочих данных. Вселился просто человек и стал жить. Вы один будете? Да. Тогда я лишние ключи отстегну, а то, если свой потеряете, звоните. Хорошо. И вот ключ с колечком на ладони Сергеева. Дверь закрылась. Он включает пол. В доме прохладно. Ноябрь здесь, ноябрь. Можно падать. Много лет он работал и устал, и бросил работать. У него скопилась некоторая сумма, недостаточная для того, чтобы купить домик в каком-нибудь не самом глухом углу страны, но позволяющая пожить пару лет в съемной квартире. И он выбрал квартиру не в Человейнике на краю мегаполиса, а вот такую, напоминающую Одесскую из фильмов двухэтажки на шесть квартир с лестницами и террасой. И главное — с видом на море. Нашел ее на авито, списался с хозяином и прилетел. Двухэтажка находилась в дачном поселке Буревестник. Буревестник-2, если точно. С одной стороны на карте была обозначена Антоновка, с другой — Михайловка. И он, Сергеев, посередине спрятался. В первое утро проснулся поздно и, не вставая, долго привыкал к месту, где будет жить. Спальня прямоугольная, небольшая, но без лишних вещей ощущение тесноты не создается. Двуспальная кровать, удобный матрас, по крайней мере, спину не ломит. Он научился отличать хорошие матрасы от плохих. Это в двадцать лет спится хоть где и на чем, а в сорок семь... Так, так, так... Сергеев остановил внутренний гундеж, поднялся, помахал руками, присел несколько раз, отодвинул плотную тяжелую штору. За окном было бело, как молоком затопило. Нет, сметаной, густой и вязкой. Не сразу сообразил, что это туман. Пошел курить. Терраса. Удобно. По пути снял с вешалки пальто, накинул. Думал, будет зябко, а оказалось, тепло. Туман, как пар. Вдыхать страшновато, кажется, вольется в легкие и захлебнешься. Раздышался, закурил. Пепел решил стряхивать вниз, а окурок занести в дом, залить водой из-под крана, завернуть в туалетную бумагу, бросить в урну. Надо что-то под пепельницу приспособить. Внизу определил по звуку. Открылась дверь, шаги. Стряхивать пепел стало опасно. Но, видишь же, мряка какая, как тут гулять? Гулкой одновременно приглушенно, будто через огромную подушку, раздался женский голос. Рада, пойдем домой. Не, 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 ответил детский. И на видимом Сергеевом сквозь белые неподвижные клубы пространстве узкого двора появилось, задвигалось, маленькое розоватое пятно. Наверное, та самая. Рада. Пятно достигло забора и стало толкаться в него. Не, не. К розоватому пятну двинулась большое и темное, скорее всего, мать. Доня, пойдем, пойдем, я мультики найду. Не, отрицательно напряженная в ответ и мягкие удары в камень забора. Кулачком или каким-нибудь мячиком. Сергеев осторожно сдул с ладони пепел. Старался не шуметь. Почему-то не хотелось, чтобы его заметили. Рада, ну шо ж такое? Мама домой хочет, маме тут страшно. Пойдем. Сергеев тоже чувствовал нечто вроде тревоги в этой белой плотной... Мряки. Развернулся, открыл дверь. В спину ударило особенно громко. Нет. И следом бухнул из-за забора тяжелый собачий лай. Ребенок заплакал, и женщина закричала. Умка, фу, перестань! Ходил по квартире и... Нет, не наслаждался. Другое какое-то чувство. Грело и моментами подпекало. Подпекало так, что хотелось свернуть горы. И опять же, не то. Не хотелось, а возникала уверенность, что вот здесь, в этих стенах горы можно. Вполне реально свернуть. Первый раз нечто подобное Сергеев испытал в неполные пятнадцать. Умер дед, и освободилась комната, настоящий кабинет, обе глухие стены которого от пола до потолка были укрыты стеллажами с книгами. Дед был историком, клял власть, которая не хотела правды, почти не публиковался, его статьи возвращали в грязных бумажных конвертах с шеренгой марок в верхнем правом углу. Марки Сергеев отпаривал над чайником, сушил и вкладывал в альбом. Впрочем, почти все они были одинаковые, и в конце концов он забросил это занятие. А дед, молча и сосредоточенно, читал короткие письма из редакций, рвал их, из раза в раз слезно рыча, не хочет правды власть, не хочет, боится. Умер он в начале перестройки, когда власть наконец-то правду разрешила. И дед весной восемь шестого воспрянул, а ближе к осени стал разваливаться, буквально. Это, наверное, были микроинсульты, жалившие его один за другим. Речь стала, как у пьяного, потом перекосило лицо, потом правая нога не стала слушаться, потом вся правая сторона. В больницу он не хотел, надбивался палкой от родителей Сергеева и врачей-скорой. Умер в своем кабинете, на большом, но узком, не для спанья, диване. Родители почувствовали явное облегчение, а Сергеев попросту радость. Во-первых, дед все последние месяцы его пугал своим видом, несвязанным громким мычанием. Во-вторых, он становился обладателем отдельной своей комнаты. С детства спал на топчанчике за кухонной дверью. Уроки делал в зале, одновременно в спальне родителей, за обеденным столом. И вот переезд. Хотел сделать ремонт сам. Часть книг выбросить или отнести в библиотеку. Родители к ним были, в общем-то, равнодушны. Наклеить светлые обои, повесить не такие толстые шторы. Вместо абажура, из-за которого в комнате вечно сохранилась полутьма, повесить люстру, диван сменить на удобную широкую тахту. И в этой обновленной комнате, казалось ему, он начнет отлично учиться, наберется знаний, найдет смысл своей жизни. Да, в пятнадцать лет ему очень нужно было понять, для чего живут люди, для чего появился он сам. Но родители были против ремонта. Пусть пока так, хотя бы до сорокового дня, нехорошо сразу после похорон, плохая примета. Сергеев согласился, а потом уже не возобновлял о ремонте разговоров. Привык. Вжился. И пыл всерьез учиться как-то пригас. На диване так приятно дремалось после школы. Абажур создавал ощущение, что ты в своем мерке, уютном, тайном. Во второй раз случилось в армии. Сергеев тогда вовсю сочинял стихи, в прямом смысле бредил ими. На строевой подготовке, на политзанятиях, за чтением устава, во время марш-бросков, в голове колотились рифмы, слагались в строфы. Однотонные звуки рождали ритмы, размеры. Но занести стихи на бумагу возможности почти не случалось. Свободного времени было мало. Даже в отведенный раз в неделю час для писем на родину полагалось писать именно письма. Сергеев, конечно, умудрялся кое-что набрасывать, но страх, что это увидят сержанты, деды, да и свои же одногодки, начнут докапываться, мешал уходить в то измерение, что называют поэзия. А то, что его строки и строфы, переполнявшие мозг, это поэзия, Сергеев тогда был уверен. И страдал. И вспоминал прочитанную подростком биографию Тараса Шевченко. Как ему запрещали писать, как ему было от этого невыносимо. Но однажды Сергеев подхватил ветрянку. Почти неделю провел один в палате. Совершенно один. Еду приносил санитар в маске, врачи не донимали. И в первые часы в Сергееве полыхало вот это прекрасное, отрывающее от земли чувство. «Здесь-то я смогу! Здесь сверну!» Руки чесались, голова кружилась, но не было бумаги. Тетрадь, которая хранилась в тумбочке, он не захватил, а санитар по его просьбе принес всего два листа. Когда быстро исписав их, Сергеев попросил еще... Санитар уставился на него недоуменно и с подозрением. Действительно, зачем этому рядовому столько бумаги? Жалобу, что ли, строчит? Или еще чего хуже? Может, в особый отдел доложить? «Ладно, не надо», — сказал Сергеев. «А книги есть?» «Почитать». Санитар принес стопку книг. Все это была билетристика о войне, которую сочинили люди, явно не воевавшие. Сергеев полистал, поползал взглядом по страницам и потянуло в сон. Сон этот продлился все те дни, что провел в карантине, с короткими перерывами на еду. В следующий раз его подбросило от уверенности, что сейчас-то здесь-то все сможет. В 28 лет... Он давно окончил институт, женился, у него была дочь. Зарабатывать получалось с переменным успехом, как говорится, часом с квасом, порой с водой. Жене надоели эти перепады, Сергеева она, может, и не разлюбила, но перестала уважать. И, наверное, подсознательно, не желая того, выдавливала, выживала из дому. Может быть, так же первобытные женщины выживали из пещеры, не способного охотиться мужчину, надеясь найти того, кто способен. И Сергеев ушел. В институте его помнили, он хорошо учился, подавал надежды и отчасти оправдал их. И когда рассказал в деканате, что остался без крыши над головой, что снимать квартиру ему сейчас не на что, дали комнату в общежитии. Не бесплатно, ну, такую сумму Сергеев мог потянуть. Главное, это двенадцатиметровое пространство было только его. Запущенное, правда, с истертыми, а кое-где отставшими от стен обоями, с покрывалом вместо шторы, рассыпающимся стулом, горками мусора по углам, выбитыми паркетинами. Странно, но эта запущенность Сергеева, наоборот, обрадовала, вернее, воодушевила. Он раздобыл ведро, тряпку, веник и навел порядок, купил тюбик момента и прилепил обои, новые решил наклеить потом, покрывало на окне, пока оставил. Эдакий аскетизм казался вдохновляющим. У коменданта выпросил новый стул, у костелянша получил белье, одеяло, выбрал перьевую подушку, поновее, и сел работать, сворачивать горы. Так, как писалось ему в те пять с небольшим месяцев, больше не повторилось. Сергеев выходил на улицу редко и чувствовал себя пьяным. Даже продукты купить было трудно, до такой степени погружался в пространство, которое создавал. Потом появилась новая женщина, и Сергеев переехал к ней. Потом встретилась другая, потом второй раз женился. Родился сын. Через двенадцать лет долгих и одновременно молниеносных развелся. Съемная квартира в Митино была тоскливой и бесплодной. Того ощущения благотворного одиночества в ней не возникло. Работал, да, работал. Но каждый день через силу. И вот, оказавшись свободным от женщин, от срочной работы, суммы денег на скромную жизнь, Сергеев решил попробовать снова испытать то ощущение. На завтрак доел привезенное с собой плавленый сыр президент, булочки для бургеров, кефир в пластиковой бутылке, измявшийся маффин. Подпепельницу как раз приспособил кефирную пол-литровку, непрозрачная, пусть стоит на террасе рядом с дверью, мало ли что в ней. Туман к полудню исчез. Небо стало высоким и голубым совсем летним. Солнце пока скрывалось за крышей их дома, но было ясно, только доползет до ее края и на террасу вернется. Лето. Сергеев медленно выкуривал сигарету за сигаретой, оглядывал местность. Накануне в полутьме он мало что увидел. Прямо и внизу узкий двор, буквально шагов в семь от стены до каменного забора. За забором соседний участок, без дома, с какой-то беленой сарайкой, несколько кривых деревьев, одно держит на себе большие желтые плоды, отсюда не разобрать какие именно напоминают яблоки Голден. Когда-то участок явно был благоустроен, дорожки, клумбы, газончик, но теперь захламлен и запущен, груды трухлявых палок, горка алюминиевых кастрюль, ламповый телевизор, диван с отвалившимися подлокотниками. И меж этими горками и грудами бродит огромное животное, напоминающее белого медвежонка. Больного белого медвежонка. Вяло нюхает деревья, землю, кастрюли, доски, оглядывается по сторонам, тянет носом, задрав продолговатую голову на толстые шеи. Это, конечно, никакой не медведь, а собака. Кажется, лобай, но вряд ли чистокровный, морда слишком вытянутая, действительно, медвежья. Иногда начинает лаять, беззлобно, будто заставляют и быстро смолкает. Ложится, встает, снова бродит, обнюхивает, наверняка изученную до мельчайших деталей территорию. За этим участком дорога. Сергеев догадывался, что она связывает Антоновку с Михайловкой. Почти напротив террасы жестяная коробка автобусной остановки. Иногда останавливаются зеленые и короткотелые автобусы, напоминающие пазики. Дальше полоса то ли заброшенного и заросшего поля, то ли остаток степи целины, а за ней море.